Ну, а сейчас у нас уже на связи следующий спикер и Леонид. Спасибо, Федор, за выступление. Хочу представить, уважаемые коллеги, вам следующего спикера. Это компания-автоброкер Автопапа Тайм, город Тверь. Игорь, просто кладезь маркетинговой активности и клиентоориентированных мероприятий. И апогеем этому всему стала техническая гарантия на авто. Самая большая боль покупателей при покупке авто с пробегом. Да, Игорь является генеральным директором компании Автопапа Тайм. Продажей автомобилей Игорь занимается с 2005 года. И в 2016 году уже был открыт первый салон. Автопапа представляет целый комплекс услуг своим клиентам. И сегодня Игорь подробно расскажет о гарантиях на авто с пробегом. Потому что тема выступления у Игоря звучит следующим образом. Гарантии на авто с пробегом под ключ. Особенности и нюансы. Игорь, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Все слышат меня, да? Да, все слышно. Не знаю, видятся. И видим. И видите, да? Отлично. Да я не успел вопрос задать на самом деле Федору. Красочно рассказал. Хороший парень. Приятный. И хотел просто вопрос задать. 17 менеджеров на 140 автомобилей. Можете ответить мне, зачем так много? Может, я чего-то недопонимаю. Просто для меня это немножко непонятно. Игорь, могу ответить. Знаешь, наверное, даже не так. У нас тайминг очень плотный. Давай договоримся так. Мы с тобой потом в кулуарах обсудим. Я тебе расскажу. Потому что на эту тему мы можем на 3 часа сейчас липнуть. Я думаю, мы еще поговорим. Это точно. Ладненько. Я сейчас включу демонстрацию экрана. Всем видно? Не всем. Сейчас познакомимся. Видно всем, да? Алло. Да. Ага, видно, да? Да, да. Отлично, да. Меня зовут Кивилин Игорь. Я являюсь основателем компании Автопопа Тайм. Компания, на самом деле, молодая. Ей буквально год с небольшим хвостиком. В автобизнесе, так называемом, я с 2010 года до этого. Это был не автобизнес, это было просто-напросто зарабатывание денег. Особенно вот этот отрывок с 2005 по 2012. Наверное, 12-й был лютый период. Я был злостным перекупом. Меня знали все совершенно. Вот. На самом деле, я сам из Украины. Меня знали там все. И знаю до сих пор и помнят. Когда звоню, они всегда, о, Игорь, Игорь. Ну, в целом, да, занимался я автомобилями с удовольствием. Это мое душевное состояние. Вот. Хотя с 2005 по 2007 я занимался торговлей промтоваров. Промтовары – это, знаете, тысячи мелочей. Вот. Я изучал рынок именно этот. Мне казалось, это прибыльный, потому что китайские товары пошли только тогда активно к нам. Вот. Китайские мелкие дешевые товары, которые были востребованы. Собственно, был у меня свой автотранспорт, и периодически я его перепродавал. Вот. Вот оттуда как бы все у меня и пошло. В 2009, в 2008 году я получил первый документ об официальном, об официальной возможности торговать именно вот как раз транспортом. Да, представляете, 2008 год был. Для меня это прям было диконико. В 2009 году я открыл первое агентство. Вот это слово агентство. Автоагентство о покупке и продаже автомобилей. Да, помощь, назывался он Миг. У меня был напарник тогда Миша, а меня зовут Игорь. Ну, соответственно, Миг, мы там боролись о названии и вот выбрали такой, да. Вот. Ну, собственно, шло все очень все быстро. Развитие было, на мой взгляд, такой прям очень тоже быстрая, динамика прям сумасшедшая. Но, одно было но, мы зарабатывали деньги, немножко, наверное, неправильно, нечестным путем. Ну, мы не торговали там кривыми машинами, мы просто-напросто не говорили всю правду. Точнее, даже вообще мы и не говорили правду про этот автомобиль. Вот, к сожалению. А может и к радости тогда. Но сейчас это, к сожалению, когда сейчас так ребята работают и врут до сих пор. Ну, и в принципе, с 2014 года я в России проживаю, вот. И с 2014 года здесь я увлеченно, увлеченно занимался именно обучением. Мне было интересно, был интересен этот рынок российский, рост его, динамика. Поскольку в Украине, как бы, такого рынка, на самом деле, к сожалению, нет. Там до сих пор рынки, возможно, там открылись какие-то площадки интересные, шоурумы. Но до 2014 года мы продавали автомобили на рынках. Представляете, такие большие ярмарки, большие рынки. Это Киев, Харьков, Донецк. Вот. Так что, везде я был. На каждом рынке у меня были мои знакомые перекупы, барыги. Их там называли барыги. Вот. Там не было такого, как сейчас, да, к сожалению. Там никто не делился, никто не делился своими эмоциями, радостями, как сейчас вот между автоброкерами. Появляется большое спасибо вам, на самом деле. Леонид, вашей команде огромный прям респект. Я прям, я и говорил по телефону вашим коллегам, я очень рад, что вы запускаете это мероприятие. Я надеюсь, что это не последнее мероприятие, что мы будем делиться с автоброкерами, с автобизнесменами, какой-то информацией. Кто-то более выгодной, кто-то еще выгодней, поскольку информация нам всегда выгодная. Вот. Так что, очень рад, очень рад. Немножко, да, немножко хотел, ну не немножко, это какое-то слово, немножко, да, не мой формат. Хотел выразить благодарность всем спикерам, которые выступали. Артему Самородову, Леониду Гаджи, Удалов. Я его первый раз на самом деле видел, ну, я думаю, вас очень много людей знают. Виталий Архиреев, да, Федор хороший парень. Вот, вы действительно рассказывали правильные вещи, некоторые спорные, но это, я думаю, мы вскоре времени там свяжемся и поспорим, да. Но сегодняшняя презентация моя будет именно гарантия, поскольку это больная тема, больная тема моя. Во мне до сих пор сидит и будет сидеть, где-то внутри, далеко, этот перекуп Игорь, который где-то кого-то обманул когда-то, да. Но все же мое душевное состояние на данный момент, оно совершенно о другом думает и думает о настроении клиента, да, и что он купит, как он купит и как он будет его эксплуатировать. Ну, собственно, гарантия на автомобиле у нас называется под ключ. Почему под ключ? Потому что, ну, соответственно, автомобиль клиент покупает без какой-либо, без какого-либо риска и либо сомнения. В данный момент гарантию мы, в данный момент гарантию мы дарим, дарим. Вот, и человек уезжает на автомобиле уже полностью с гарантией, он не думает о завтрашнем дне, что-то либо там случится, либо не случится, да. Вот. Гарантию мы начали запускать в 2017 году на локации, на одной из локаций в Твери. У нас их до сих пор две, но работает сейчас одна. На первой локации мы запустили в 2017 году, не представляете представляете себе, это был удивительный год и удивит для меня, да, соответственно, это такой переломный, да, на самом деле я тогда боролся с собой до сих пор, да, что выгоднее, сиюсекундная выгода заработать денег, либо оставить клиента на завтра, на послезавтра и возможно на годы, да. Ну и, собственно, вот мы придумали нашей командой гарантия на автомобили, но она была устная, представляете, устная гарантия, ну это прям дичь была, да, потом мы начали переводить во всякие сертификаты, но все же она была популярной в некоем роде, некоторые не верили в это, некоторые верили, да, но в целом, то есть мы как бы, ну мы за свои слова всегда отвечали, вот, и если мы говорили, то что мы гарантируем, что ваш автомобиль будет служить верой и правдой, он служил, да, у нас был некий свой сервис, мы тогда арендовали шоурум, вот, но, собственно, все как бы шло неплохо, вот, что такое гарантия, ну, как Артем Самородов сказал, на самом деле, если бы все автоброкеры продавали автомобили с гарантией, действительно был бы рынок намного круче, намного искренней, прозрачней, да, и интересней в целом, да, было бы доверие, доверие к автоброкеру, на самом деле, заработать очень сложно, очень сложно, не только, как тоже говорили, то, что в Москве никому не верят, да, бросьте, везде автоброкерам как бы не верят, да, еще доверия такого нет, доверие, возможно, есть, веры нет, да, вот, гарантия, это уверенность в своем товаре, вот, и, как написали в этом слайде, и предоставление этой уверенности нашим клиентам, на самом деле, самое дорогое, это уверенность, самое дорогое, это уверенность в товаре, вот, а еще вкупе лучше, когда эта уверенность будет в автоброкере и в товаре, вот, так что мы стараемся продавать автомобили так, чтобы человек был, клиент был уверен, да, в завтрашнем дне, вот, почему мы уверены, почему мы уверены, ну, как и прежде я сказал, давно в этом бизнесе прошел я его с такими огромными набитыми шишками, да, был, то есть, у меня опыт очень большой, именно в автомобилях с пробега, вот, поскольку я, я сам и умею чинить до сих пор автомобиль, я это не делаю, признаюсь честно, я сам умею красить, химчистить, я все умею сам, да, ну, и, соответственно, этот опыт я получил, его прям в полном объеме, не побоюсь этого слова, в полнейшем объеме, вот, и, кстати, в Российской Федерации я открыл его с нуля, я приехал в 2014 году, в кризисное время, с 25 тысяч долларов на кармане, при курсе 35 я его поменял, задумайтесь, вот, была сложная ситуация у меня, но это, опять же, тоже не на этой конференции, да, соответственно, да, вот, кому интересно, расскажу, наша компания уже более 10 лет на рынке, возможно, не компания автопоподтайм, но, поскольку я здесь, вот, лицо компании, да, вот я больше 10 лет на рынке, да, ну, и, соответственно, как прежде сказал, за это время мы многому научились, являемся профессионалами, не побоюсь тоже этого слова, являемся действительно профессионалами в торговле, поддержанными автомобилями, автомобилями, проверенными, проверенным времени, да, то есть, хорошая фраза, недавно, буквально недавно человек сказал, не поддержанный, не ПУ, а автомобиль, проверенный временем, вот, мы являемся действительно профессионалами, вот, почему мы уверены в нашем товаре, я вам объясню, буквально тоже недавно, недавно говорю, это буквально, да, считанный там, может, полчаса назад выступал один из спикеров и, опять же, я задавал вопрос, как на комиссионный автомобиль можно дать гарантию, как, вот, ну, собственно, и, опять же, это не на один час разговора, и я уверен, это, этому есть определенный процесс, мы его тоже прорабатываем, вот, я, например, считаю, то, что на гарантию на автомобиль можно давать только на, собственно, свой выкупленный, который проверенный тщательно, мы проверяем его по 120 пунктам, это действительно так, у нас огромный чек-лист по проверке автомобиля в нашем сервисе, и, соответственно, ну, прежде чем заехать на техническую проверку, мы проверяем его на различных источниках, собственно, юридическую, да, чистоту, это и автотека, и анфобот, и федеральная служба приставов, приставов, и ГИБДД, мы покупаем платные, бесплатными, пользуемся точно, так же, что у нас проверка идет, как ранее спикер выступил, непосредственно супруги и супруга, это немаловажно, поскольку, опять же, у меня шишка, у нашей компании шишка была огромная по этому поводу, мы до судебной практики, до суда это не дошло, поскольку мы имеем такой некий, даже, может, нашим весом мы перебороли клиента, то, что нам вернули деньги, да, было, было процесс развода, и они были, соответственно, в сговоре в каком-то, и продали автомобиль, и как-то так получилось, что они хотели у нас его там изъять, да, ну, то есть, собственно, пришлось немножко поднажать на них, и автомобиль, естественно, никто не изъял, мы его благополучно продали, да, так что супруга и супруга проверяем однозначно, вписываем пункт в договор, еще раз, да, напомню, то, что согласие супруга и супруги, и роспись актуальная, собственно, ручная, обязательно должна быть, вот, собственно, после проверки юридической, документальной, мы переходим к такой, торжественно переходим к технической проверке, это довольно-таки сложная и долгая проверка автомобиля у нас идет, мы проверяем полностью все, от тест-драйва, да, соответственно, загон на подъемник, проверка эндоскопом, проверка давления, то есть, в цилиндрах, вот, мы проверяем совершенно все, вот, это нам, ну, как по мнению моему, нашей команды, компании, это самое дорогое, да, самое дорогое, проверить автомобиль и продать его искренне, приятно будет человеку, который будет знать об автомобиле все, вот, собственно, если у нас какие-то есть неисправности, что-то получилось, да, мы увидели какую-то деталь, нужно заменить, либо исправить компьютерную диагностику, провести исправить там что-то в электронике, мы это делаем, мы это делаем, мы стараемся предоставить автомобиль в состоянии, в довольно-таки исправном, хорошем, вот, чтобы человеку, чтобы человек просто кайфовал, радовался и был уверен в этом автомобиле, вот, что у нас там дальше, пойдем, да, наша гарантия, да, гарантийный сертификат, да, действительно, у нас разработаны гарантийные сертификаты, мы их разработали собственноручно, на самом деле все то, что в нашей компании вы увидите, на стартапе все придумал я, естественно, брал я это не из потолка, где-то я услышал, где-то я увидел, где-то придумал сам, то, что придумал сам, это, ну, на самом деле тоже очень, для меня это дорого, да, и для нашей компании в целом тоже, вот, и один из вот этих гарантийных сертификатов, то есть, да, то есть, мы опять же придумали, вот, гарантия распространяется на автомобиль, в данный момент, ну, в данный момент наш, если продукт рассматривать, он распространяется на двигатель, это поршневая группа, да, сложная, это автоматическая коробка передач, механическая коробка передач, да, с вариатором немножко есть сложности, но, то есть, в целом, тоже мы даем гарантию, мы не стесняемся, да, если какие-то проблемы, мы сразу, в принципе, реагируем. У нас были, кстати, обращения по ремонту двигателя, не одно, да, мы ремонтируем, мы вкладываемся в это, но оно-то у стоит, поверьте мне. Вот, отзывы хорошие, слава богу. Вот, в целом, если для включения гарантии, да, то есть, мы даем ему 3-5 дней, 5 дней это максимальный срок для прохождения первого ТО, да, он должен пройти первое ТО, то есть, соответственно, заменой масел, заменой фильтров, приезжать и приехать к нам именно нашими запчастями, именно на нашем сертифицированном сервисе. Вот, ему мы вручаем сервисную книжку, сервисную книжечку, в которой мы указываем полностью все данные автомобиля, данные человека, километраж, ну и, в принципе, как у официального дилера. Вот так и у нас, вот сейчас, да, то есть, мы сервисную книжку, то есть, запускаем и, собственно, ведем полностью обслуживание именно по ней, да. Так что у нас при покупке автомобиля дарится сертификат гарантийный. К сертификату гарантийному мы дарим сертификат, скидку 25% на прохождение первого ТО. Это огромная скидка, вот, мы даем, то есть, на полностью на и масла, и фильтра запчасти, точнее, так же и на работу. Меняем масло, тут мы вставили замена масла бесплатно, да, действительно, то есть, при покупке масла бесплатно, при покупке масла замена бесплатно. Ну, в принципе, тоже очень комфортно, да. Вот, у нас есть так называемые тоже лояльные сертификаты для наших клиентов. Это скидка на установку охранного комплекса. Мы работаем с компанией «Угона.нет», это федеральная компания, наши партнеры. Охранный комплекс, он не сигнализация, поскольку могут каждый из вас сказать, что сигнализацию, почему вы сами не устанавливаете, нет, это немножко разные вещи. Охранный комплекс – это охранный комплекс, сигнализация – это комфорт. Да, то есть, вот, так что мы обращаемся именно к специалистам, и они нам там в этом помогают, да. Так же, различные сертификаты на шиномонтаж и так далее, да. Вот, опять же, про гарантию, да. В этом слайде указан такой щит с галочкой, да, галочка – это на самом деле наш фирменный такой элемент. Собственно, вы видите его и на груди у меня. Кстати, да, логотип – это я. Логотип – это мое лицо. Мы долго думали, какой же логотип нам взять машинку, колесико, ключик, да, то есть, и буквально вот человек подсказал, слушай, давай-ка думать, как американцы. Я говорю, давай, а как? Давай-ка тебя отрисуй, ну давай. Вот, как бы так и получилось, вот. Мы несем ответственность за проданный автомобиль в полном объеме, не только за юридическую, там, составляющую автомобиля, да, поставить, не поставить на учет. Мы, естественно, несем ответственность и за техническое состояние, и заметьте, все это бесплатно, вот. Бесплатно совершенно. Тут так указал наш маркетолог, наша компания предоставляет почти бесплатный сервис с высококвалифицированными сотрудниками, да, я так думал, блин, почти бесплатный сервис. Чуть-то она написала. Ну, в целом я как бы, знаете, как у меня текста нет, все у меня в голове, вся информация в голове, поскольку это, опять же, придумали мы в голове со мной, да. Вот, совершенно бесплатный, а действительно получается, да, гарантия бесплатная. На сервис мы даем 25% скидку, ну, блин, нифига себе. Действительно, это почти бесплатный сервис получается, да. Для клиента, мне кажется, это в кайф. Рекомендую всем включать гарантию по этому вопросу, то есть, опять же, мы можем проговорить это, я помогу, большой опыт в этом, соответственно, им очень много-много шишек набитых. Вот. Почему мы даем гарантию на автомобиль? Это, опять же, к Леониду и к спикерам, которые продают все автомобили, да, вы их, ну, я так понял, не проверяете. Ну, в целом, какая есть машина, такая и есть. Это нормальная, да, это, в принципе, нормальный подход. Не могу сказать то, что это такой, там, я отрицательно отношусь к этому, но я отношусь к этому отрицательно, честно, да, то есть, ну, не вполне, не сполна, но есть такой момент, на самом деле, на автомобиль дать гарантию, не проверив его, ну, как бы, мы не можем это сделать, да. Мы, и мы продаем только автомобили с гарантией. В нашем автосалоне их немного, ну, то есть, у нас около 100, сколько, 110 сейчас на складе, хотя могло их и намного больше быть, да, но у нас автомобили полностью с гарантией, мы уверены в автомобиле, поскольку наши автомобили проверку прошли довольно-таки тщательную. Мы открыли свой собственный сервис для этого специально. Мы использовали постоянно аутсерсинг, мы не сторонники, ну, как правило, да, мы продажники в первую очередь, мы продавали сервис на самом деле, но наши партнеры почувствовали, знаете, такой денежный поток, почувствовали и начали обманывать. Ну, собственно, мы открыли свой сервис, мы открыли свою малярку, слесарку, механические узлы, крупноузловые, чтобы ремонтировать, соответственно, да, и работаем над нашим сервисом и улучшаем его каждый день, это факт. Вот, ну, собственно, чтобы все автомобили, которые к нам заходили, они проходили квалифицированную проверку, да, не просто монтировочкой снизу подергать, все хорошо, а действительно высококвалифицированную проверку, вот. У нас появился партнер на данный момент, это первая гарантийная компания, вы так, наверное, вопрос зададите, нафиг он нам нужен, да, этот партнер, первая гарантийная компания, чтобы мы ее еще и продавали. Ну, действительно, да, можно так сказать, но это такой, знаете, такой стимул, это такая, знаете, конкуренция внутри компании, да, я люблю, на самом деле, очень сильно люблю конкуренцию, я люблю это, я без конкуренции жить не могу. Вот, и это первая гарантийная компания, они очень хорошие ребята, мы с ними очень хорошо дружим, у них классный продукт, он очень похож на наш, есть некие у них моменты, которые, которых у нас нет, да, то есть мы действительно продаем и их продукт, и наш, да, то есть мы получаем от них КВ, не такое сумасшедшее большое, но в целом получаем, но мы людям предоставляем, да, мы предоставляем, я сказал слово продаем, да, то есть продаем, но мы продавали, да, действительно, сейчас мы дарим, но мы продавали а сейчас мы дарим и и сертификаты на выбор наш либо их то есть и человек может собственно выбрать спокойно либо наш либо их что мне это даст лично мне я увижу какой продукт лучше продается если мой продукт будет плохо продаваться мы его доработаем обязательно вот так что собственно вот такой вот у нас вот такое в такой доклад у меня по поводу гарантия это довольно таки очень можно можно очень много рассказывать про это честно это такой блок очень огромный да то есть за 10 минут либо сколько там рассказывал это ничего ничего не рассказать да это просто немножечко немножечко я описал что мы что мы дарим нашему клиенту так что компания авто попадаем заботой о вашем времени коллеги да игорь спасибо я хочу сказать что в дальнейшем у нас будет еще не одна такая конференция у вас будет множество возможностей рассказать подробнее вашей компании и сейчас из чата у нас поступил вопрос который я хотел бы вам задать может ли предоставление гарантии стать хорошим рекламным инструментом именно при открытии салона автоброкер это в чате вопрос я понял это на самом деле самый огромный инструмент мы многое можем делать можем выгружать красивые фотографии мы можем улыбаться мы можем показывать свою голливудскую улыбку на фотографиях да то есть но собственно гарантия это уверенность завтрашнем дне я еще раз повторюсь а что может быть дороже уверенности ничего конечно это институт хорошо так потому что прям по вашей теме у нас зрители наши активировались и задают очень много вопросов вот следующий вопрос с ютубом автосервис работает только на обслуживании ваших автомобилей или сторонних клиентов тоже слушайте это вот этот вопрос на самом деле вообще классный и актуальный да в данный момент мы настраиваем наш автосервис и на сторонних клиентов также нам предоставляют будут предоставлять крупные компании гарантийные также клиентов да то есть мы сертифицируем наш сервис он у нас будет соответственно сертификатом мы будем обслуживать сторонних людей но опять же когда наши мощности будут готовы только тогда а сколько гарантий в месяц вы продаете на данный момент а данный момент но скажу так у нас были перетрубации довольно таки жесткие да то есть я немножечко могу соврать и статистика неправильно будет но в целом когда мы запускали проект это буквально было три месяца или четыре месяца назад полноценно да то есть продавать этот продукт именно полноценно поскольку все знаете как мы можем продавать продукты разные да то есть и как бы нам кажется мы их продаем и зарабатываем но это не полноценно полноценно мы запустились это ну пуском не три месяца побольше до около полугода вот именно с нормальными процессами до продавать продукт можно 50 процентов от про продажи автомобиля то есть это 50 процентов это цель можно сказать для автоброкера но в данный момент у нас идет 80 объясню почему почему 80 мы же дарим дарим соответственно дарим но есть такое слово паразит скидка есть такое слово паразит собственно мы подготовились к этому вопросу и говорим дорогой наш любезный клиент иван иванович вы хотите скидку пожалуйста но автомобиль без гарантии ну соответственно некие да люди соглашаются для меня это дичь поскольку у нас средний чек автомобиля это 900 тысяч рублей на данный момент и купить автомобиль за 900 тысяч рублей без гарантии отказаться да то есть и получить скидку вместо этого но это просто дичь просто для меня но есть такие 20 процентов таких людей пожалуйста еще вопрос поступил от нашего спикера который уже выступил артем самородов спрашивает возвращаясь гарантия если делать хорошую диагностику на комиссионные автомобили что реально мешает давать на него гарантию артем до хороший вопрос на самом деле мы прорабатываем это есть много тонкостей опять же вернемся к клиенту к человеку да когда мы говорим поменяйте пожалуйста что-то там такое вот может это в компьютерной что диагностики мы увидели то что мы не можем дать гарантию он отказывается но собственно мы прорабатываем это мы ставим на комиссию автомобиль и по процессу мы прорабатываем доводим клиента до момента замены детали и соответственно даем гарантию но опять не каждый соглашаются не каждый соглашаются и можно делать еще в обратную да то есть давать гарантию но говорите якобы говорите что есть какая-то неполад когда в автомобиле вот это тоже это не в нашей компетенции мы так не хотим просто делать а как правило в комиссионных автомобилях ну просто потестируйте скажите человеку поменяйте всю подвеску замените стойки поменяйте маслосъемные колпачки у вас она подымливает как вы думаете он это будет делать да нет конечно но мы как бы добиваемся собственно артем да прорабатываем процесс этот по ведению клиента и боремся с этим боремся поскольку артем на самом деле мы с ним встречались и он знает нашу ситуацию в компании вот мы боремся вот и с менеджерами которые это все делают как они общаются с клиентами но не всегда это удачно не всегда это удачно как опять же артем сказал такую фразу как в америке говорят не все сделки на сто процентов состоятся да то есть в принципе и у нас точно так игорь спасибо у вас очень интересная обширная тема мы можем разговаривать очень долго на эту тему но еще не все наши зрители и участники познакомились с роликом вашей компании давайте посмотрим видео ролик да у вас есть видео ролик для вас это тоже сюрприз сегодня как и для гаджи